Объединённый институт ядерных исследований имеет установки, которым требуются предельно жёсткие гарантии ядерной и радиационной безопасности. Эти условия отражаются в специализированной лицензии. Но в совершенствованном реакторе созданы все условия для получения долгосрочного права на его эксплуатацию. Лицензия у нас будет в срок. Все необходимые документы предоставлены, часть экспертизы уже прошла. И всё, что осталось, будет выполнено в необходимые сроки. И мы плавно продолжим работу уже с долгосрочной лицензией. Пока готовились документы, никаких перерывов в работе базовой установки не было. Эксперименты проводятся, как и намечено. Буквально в эти дни, с 13 по 25 января, идёт очередной цикл. Пучки нейтронов выполняют свою роль для реализации научной программы. Единственное, что немного задержалось, это ввод в эксплуатацию криогенного замедлителя нейтронов. Мы были готовы уже её ввести в конце прошлого года, 13-го. Но поскольку сейчас идёт процесс получения новой лицензии на 10 лет на сам реактор, поэтому мы не стали торопиться. Тем не менее, замедлитель, который принципиально отличается от своих собратьев и является единственным в своём роде, уже проработал более 2000 часов в опытном режиме. На данный момент она единичная, уникальная. Мы получили три патента в конце прошлого года на разные элементы этой технологии. Новые статьи вышли. Сейчас и мир заинтересовался, потому что она новая. Этого ещё нет в мире нигде. И здесь также учтены вопросы безопасности. Учёные-специалисты лаборатории нейтронной физики, создавая замедлитель, всё предусмотрели. Замороженные шарики углеводородов, используемые в замедлителе, наиболее радиационно-стойкие вещества. Новые технологии повышают и количественные показатели, что очень важно для экспериментов. Поток нейтронов удалось увеличить в 14 раз. От этого значительно выигрывают фундаментальные прикладные исследования. О самых актуальных из них шла речь на сессии программно-консультативного комитета по физике конденсированных сред. У нас продолжается исследование процессов заряда-разряда облитевых аккумуляторов. Это коммерческие аккумуляторы, которые реально используются в электронике, в различной технике. Дубнинскими учёными совместно с болгарскими коллегами была проведена работа, которая нужна для мониторинга радиационной нагрузки на атомных электростанциях. Исследовались дефекты образцов материалов. Проверялось, насколько они износились в процессе эксплуатации. Поэтому была задача понять, как сама сварка сказывается на количество дефектов в состоянии этого вещества. Были проведены анализы материалов, которые сделаны с помощью двух видов сплавки, электронной лучевой сплавки и лазерной сварки. Вот оказалось, что лучше лазерная сварка, она оставляет меньше дефектов. Неслучайный импульсный реактор называют «окном в наномир». Он успешно выполняет поставленные задачи. Почти половина из них связана с материаловедением. Исследования проводятся в области химии, биологии, геологии. Реактор работает в соответствии с планом, который утвержден. Реактор работает без замечаний. Никаких отклонений от нормального режима работы нет. Чем мы очень довольны. И вас поздравляем с этим. Так что все в порядке. Эксперименты идут? Эксперименты идут полным ходом. Юзеровская политика реализуется. Ученые из разных стран мира участвуют в работах на базе комплексов спектрометров реактора ИБР-2. 97 заявок из 17 стран отобраны для реализации в первом полугодии 2014 года.